Всем привет! Прямо сейчас я познакомлю тебя с самыми интересными событиями университета в студии Анны Глазунова. И мы начинаем! Пробуем себя в разных профессиях. В Казани заработала специализированная ярмарка образования и карьеры. Какой же она будет? Мисс КФУ 2018 в университете прошел решающий отборочный этап конкурса. Говорим о погоде. Какой весны ждать жителям Татарстана? В ближайшее время Казанский федеральный университет станет сотрудничать с известным Европейским медицинским центром. Ректор университета в данный момент находится в Германии, где и проходят деловые встречи. Подробнее расскажет Олег Кашин. С рабочим визитом в Европу отправился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Также к рабочей командировке присоединились проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Главная цель поездки – знакомство с опытом управления и функционирования университетской клиники города Регенсбурга. Эта немецкая клиника является одним из самых современных медицинских комплексов, объединяющих в себе более 30 профильных отделений и 5 научно-исследовательских институтов, охватывающих все разделы медицины. Первая встреча прошла еще 19 февраля. По результатам переговоров были достигнуты договоренности о начале совместной деятельности в нескольких областях. В первую очередь это разработка совместных образовательных программ, стажировки врачей и преподавателей Казанского университета. Уже в ближайшее время появится возможность прослушать мастер-классы немецких профессоров. Планируется, что местом проведения таких мастер-классов станет университетская клиника Казанского федерального университета. Олег Кашин, Универньюз. На форуме в Ливане встретились ректоры университетов России и арабских стран. Какие вопросы обсуждались на встрече, вы узнаете в следующем сюжете. С 19 по 20 февраля в столице Ливана, Бейрути, прошел первый форум Федерации ректоров российских и арабских университетов. В работе форума принимает участие министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и представители Российского союза ректоров. От Казанского федерального университета на форуме представлен проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Форум посвящен теме укрепления академического сотрудничества между высшими учебными заведениями России и стран арабского мира. Одним из вопросов стало распространение русского языка в странах арабского мира и изучение арабского языка в российских университетах. Изучение Востока для КФУ является приоритетным направлением. Программы этого направления реализуются в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Универньюз. В Казанском федеральном университете вручили стипендии академиков Сагдеевых. Эту премию отмечают за достижения в области физики и химической физики. Кто удостоился столь почетной награды, узнаешь в сюжете. В Институте физики КФУ состоялась церемония вручения именных стипендий академиков Российской академии наук Рольда Зинуровича и Рената Зинуровича Сагдеевых. Почетный доктор Казанского университета, член попечительского совета КФУ, доктор химических наук, академик Ран Ренат Сагдеев приехал в Казань, чтобы лично поздравить стипендиатов. Дорогие друзья, ну вот эта уже процедура, она не первый раз, но и каждый раз, конечно, вызывает у меня определенное волнение, поскольку, ну, во-первых, я учился здесь два года в этом университете. Ну, Ральд, он здесь закончил школу номер 19 в свое время, и, в общем, он довольно часто, он бывал в университете, и он вот такое оценивает, и поэтому вот присуждение таких стипендий, оно очень для нас волнительно и важно. Обладателями именных стипендий в этом году стали магистрант второго года обучения Института физики КФУ Ильнур Гемазов и студент четвертого курса Химического института КФУ Тимур Сальков. Стипендии братья Сахдеевы выплачивают из собственных средств, и вручаются они с 2012 года студентам и магистрантам, имеющих отличную и хорошую успеваемость, которые проявили себя в научной деятельности в области физики и химической физики. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. Казанская ярмарка В этом году мы представляем три института здесь. Институт фундаментальной медицины, институт физики, институт управления экономикой и финансов. Они выставили свои стенды, свои разработки. Предлагаю прямо сейчас познакомиться с тем проектом, который представляет институт физики КФУ на данной ярмарке. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Это очень простые опыты физические. Показывают, какие бывают удивительные вещи простыми. Вот, допустим, здесь можно видеть, что мы можем видеть, что здесь простое отражение. У нас здесь располагается эндоскопический симулятор, с помощью которого студенты могут отработать свои навыки проведения внутриполосных, менее инвазивных операций. То есть, получается, нам не обязательно разрезать пациента, мы делаем маленькие дырочки, и у нас меньше шрамов, меньше каких-то последствий. Выставка образования карьера – единственный выставочный проект в Республике Татарстан, который демонстрирует образовательный потенциал всей республики и даже потенциал вузов других городов России. И я считаю, что такие мероприятия, они полезны для того, чтобы можно было увидеть все существующие вузы, которые, ну, конечно, республику мы вся здесь представлена, но есть и вузы из других регионов. Но вот то, что для меня считаю важным, это чтобы увидели всю республику, скажем, какие у нас вузы есть, и наши абитуриенты, будущие студенты могли, чтобы сравнивать, выбирать. Второй день выставки чем-то напомнит родительское собрание. Однако, в отличие от традиционных школьных собраний, здесь родители узнают всю необходимую информацию от образовательных учреждений для выбора будущего места учебы своему ребенку. Выбор вуза задачи не из простых, так что нынешним школьникам явно есть над чем подумать. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универгьюз. 19 февраля в Казанском федеральном университете прошел решающий отборочный этап конкурса МИСКФУ 2018, который позволил выявить участниц финала. О том, что ждет претенденток на титул, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. МИСКФУ 2018 Определены финалистки конкурса МИСКФУ 2018. 19 февраля в КФУ прошел решающий отборочный этап конкурса, который позволил выявить участниц финала. В этот день 47 прекрасных студенток демонстрировали свои творческие способности. Девочки постарались показать все свои самые сильные стороны в вокале, танцевальном и оригинальном жанре. Из 47 студенток участницы жюри выбрали топ-25. МИСКФУ это уникальный проект в Казанском федеральном университете для самых талантливых, красивых, стремящихся к самореализации и развитию девушек разного возраста и национальности. Ежегодно данное мероприятие проводится весной. Уже буквально завтра у нас будут видео и фотосъемки для финала. Они будут представлять свои визитки. Планируем снять юмористический ролик с ними. 2 марта состоится финал МИСКФУ-2018, который пройдет в Большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс». Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Ученые прогнозируют, что в Татарстане могут возникнуть наводнения из-за обилия снега и теплых дождей. Какой же весны ждать жителям Татарстана? Все подробности смотри в следующем сюжете. Весна в Казани по климатическим меркам обычно наступает в промежутке с 31 марта по 3 апреля. Это происходит, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов и окончательно разрушается устойчивый снежный покров. А февраль месяц по-прежнему остается зимним. С четверга, то есть начнется уже похолодание, дневные температуры минус 10 и ниже, ночные еще ниже, минус 20 и еще пониже. Напомним, что с 4 на 5 февраля в центральной части России выпало значительное количество осадков, которое в несколько раз превысило норму. Это событие также отразится на погодных условиях весной. У нас сейчас, так сказать, большие запасы снега, зима получилась снежной, Поэтому все зависит от температуры, да и от крангрей, и от теплых дождей, если они будут иметь место весной. Почему? Потому что они обеспечивают снеготаяние. При наличии дружного снеготаяния обязательно ждите вот таких неприятностей, половодия, наводнений и так далее. Сейчас остается ждать скорректированный прогноз на март от Гидромедцентра России. Тогда уже станет понятно, какой будет весна этого года. Анна Глазунова, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Еще увидимся. Пока.